А тем временем DC никак не успокаивается в своих остервенелых попытках расквитаться со Снайдером и начать, так скажем, с чистого листа. Так что пока Дуайн Джонсон пытается прорваться через больших кинобоссов и их произвол, они сами уже твердо решили брать новый курс. И курс этот на совершенно новую лигу справедливости с другими персонажами, которых объединять будет исключительно инклюзивность, все в лучших традициях. Ну а возглавят данную затею, хотят доверить человеку, который уже запорол одну великую франшизу. Так что там все весело. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, как мы уже говорили, DC категорически против продолжения наследия Зака Снайдера. Кстати говоря, по слухам, именно из-за этого, как стало известно, кинобоссы отменили уже запланированный театральный релиз его Лиги Справедливости в Китае. Да, там фильм должен был выйти на больших экранах и, зная любовь местной публики к такого рода блокбастерам, уверен неплохо заработать. Но в последний момент DC и Warner Bros. изменили свои планы. По одной из официальных версий, потому что хронометраж ленты уж слишком велик и из-за него пришлось бы уменьшить количество показов в день в два раза. Но так, положа руку на сердце, разве ранее они не знали, какой планируется хронометраж? То есть большинство все же уверено, что причиной стала все более и более накаляющаяся ситуация вокруг Снайдер Верса. И дабы еще не усиливать позицию режиссера, руководство пошло на такие вот шаги. Но это так, отступление, чтобы дать понять, как сейчас обстоят дела. Главная же новость состоит в том, что боссы DC в попыхах уже вроде как спешат состряпать свою версию совершенно новой Лиги Справедливости. В ней, как говорят инсайдеры, не должно быть места вообще никому из прежних участников, ну а основой для фильма должен будет послужить обновленный Супермен. Супермен, которого снимает не то лично Джей Джей Абрамс, не то под его чутким и четким руководством, и Супермен, который, как известно, должен будет стать темнокожим. А на роль его и вовсе в данное время претендует Майкл Б. Джордан, еще куда не шло, и что куда хуже Джун Бояга, да, тот самый наглец, который в основном только возмущается и ноет. Вот две его основные опции. И вот как раз таки вокруг данного персонажа, ну не в смысле Бояги, а в смысле черного Супермена, якобы и хотят построить обновленную лигу. Кто еще должен быть в ее составе? Ну смотрите, темнокожий уже есть, так, значит должен быть еще и латиноперсонаж. И его в самом деле уже нашли, это Блубитл или Синий Жук, герой-сольник которого разрабатывают с 2018 года, и который примечателен в первую очередь тем, что это первый латиноперсонаж киновселенной DC. Да еще и фильм будет снимать тоже латинорежиссер, ну короче красота. Дальше новой лиге совершенно необходимо женское представительство, так что уже точно говорят о Затане, как и ее новой участнице, хотя уверен одной Затанны там дело не обойдется. Потом в отряде должен будет появиться Ауэрмен или Часовой, еще один герой комикса в DC, видимо на замену Киборгу. И по слухам это будет именно версия Ауэрмена Андроида, причем что самое примечательное скорее всего Бесполого. Ну как бы вы все понимаете. Ну и напоследок, также в первоначальной компашке ожидается появление Бэтмена. Нет, конечно же не Бена Аффлека, и вот тут информация разнится. Одни говорят, что в будущую лигу войдет не кто иной, как Бэтмен Паттинсона, хотя ранее сообщалось, что его Брюс Вайн должен существовать полностью автономно, безо всяких кроссоверов. Так что возможно воплотиться в действительность вариант номер два, с будущим чернокожим африканским Бэтменом, который тоже разрабатывается DC. Если кстати будет именно так, то костяк новой лиги окажется просто уморительным. Двое темнокожих, латино, женщина и небинарный товарищ, просто умереть не встать. А в довершение картины заняться новым витком киновселенной DC должен будет Джей Джей Абрамс, с компанией которого Бэд Робот еще в прошлом году был подписан крупный контракт. Причем лично у меня к данному режиссеру есть одна главная претензия, это Звездные войны, особенно последняя часть. Ведь так исковеркать легендарную франшизу, имея на руках все козыри и просто колоссальный ресурс, это еще надо постараться. А поэтому не нагнетая конечно раньше времени панику, я лично вот вообще не верю, что Абрамс способен возглавить новую франшизу и сделать из нее что-то путнее. Да еще и с таким составом. Конечно воспринимайте все это как пока что еще не стопроцентную инфу, но будьте готовы, что она реально воплотится в жизнь, потому что шансы для этого крайне высоки. И лично у меня сейчас надежда только на боссов корпорации AT&T, может хоть у них хватит рассудка не пороть уж такую горячку, только чтобы угодить по весточке и окончательно затоптать Снайдера. Ну а как развернуться события мы узнаем только погодя, так что если не хотите ничего интересного пропустить, жмите на красную кнопку и на колокольчик, так будете оставаться в курсе. А также пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх, спасибо всем кто был с нами, пока-пока.